всем привет тех тех кто постарше знают вот эти культовые колонки с 30 радиотехника и вот он дает такую вторую жизнь смотрите такое чудо решил снять сюда берут китайский усилитель прикручивают и вуаля получаем активную колонку с 30 динамик частенько выходит из строя наверное от старости а может такой супер мощный усилитель вот это я сейчас и хочу померить нами будет любопытно заодно приоткроем тайной вылезет он ничего звучит только так ничего ну вот человек замутился с динамиком я сюда может быть поставлю более мощный динамик но пока померю ассист то есть ну вот как есть динамик я померю он восьмиломный собственно и на крышке там подписано я не буду туда уже лезть то что он 8 он потому что там прикрутили вот шурупчиками люди усилитель я бы конечно прикрутил бы чуток ниже чтобы ручки не выламывались при перевозке ну как есть художник так видит значит наша задача мы сейчас померяем мощность и полосу этого усилителя на восьмилом на нагрузке 12 вольт питание здесь вот есть такой блок питания адаптер стандартный достаточно мощный кстати смотрим прикинем рентабельность такой такой вот сборки советской китайской но чувствуется уровень мастерства вот такая вот зачистка ну человек явный гуманитарий нужно так сделать технарь от такого не сделает я думаю ну простимому это поставим тут ровно вот 8 он нагрузки у меня вот стоит нагрузочка этого не обращайте внимание это у меня на столе лежит разобранный лексикон вот но он уже практически готов я буду уже собирать просто человек попросил ответить и но как всегда но хочется побыстрее не трудно померить рассказать и порассуждать про динамика включим так теперь мы посмотрим что у нас на социографе вот этот сигнал вот он пошел в ограничение это так это я сейчас подаю 1 килогерц значит у нас на половине плеча у нас 3,4 вольта так как здесь мост это получается 6,8 вольт 6,8 вольт умножить на 6,8 вольт и разделить на 8 ом получается ватт 7 может быть 5 ну давайте точно так 6,8 вольт умножить так 46 разделить на 8 ом нагружку получаем 5,7 ватта вот у нас мосту на 8 ом ну давайте прикинем что будет на 2 ом их приблизительно напряжение ну допустим останется тоже 65 так умножить ну и разделить на 2 ома получится 21 ватт и кучу конечно и уже будет там не вряд ли справиться в общем то ни чудо никакого не произошло учитывая что там стоит 10 гд там какой-то и для него 6 ватт это за счастье но все равно его выбивают сейчас еще полосу прикинем спад начинается где-то вот 75 герц ну синус более-менее приличный то есть но он все он падает вот это уже 50 герц это уже 40 давайте посмотрим что будет наверхах допустим начну с 20 герц посмотрим положение у нас регулятора и сейчас я поставлю в средние так как бы высоких можно будет еще добавить сейчас я настроюсь линку так не буду я уже тут ловить по высоким он почти до 20 тысяч принципе нормально ну и можно при максимальном положении регулятора высоких он начинает немножко сказать но это не обязательно сейчас у меня стоит где-то по ходу линейному это больше чем полмилли вольта вот можно просто уменьшить уменьшить немножко сигнал все будет нормально то есть ну как сабвуферные это вряд ли а вся остальная полоса удовлетворительно для такого китайца дешевого ну отсюда же и вопрос как 6 ваттами он прибивает динамик или динамик оптимистично заявлено скорее всего от старости потому что катушка не горит а отваливаются подводки их можно менять но нет на бесконечности и вот я сейчас думаю поставить туда подобрать таким же установочным размером китайский динамик который каких-то 30 ватт реальных будет держать спокойно и подводками и катушкой сабвуферный особо здесь не нужен раз 80 герц и принципе будет надежная громкая система она будет смешная конечно но как конструкция выходного дня или как первая там активная колонка своей жизни это очень даже круто вот я на этом этот смешной ролик буду заканчивать надеюсь вам было интересно меня ждет там немножко такие головоломки посерьезней вот я буду с ними сейчас заниматься все всем пока а и